Творчество Станислава Лема 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 Были какие-то такие вещи, которые подталкивали нас в эту сторону. О Солярисе мы много говорили. Книга, несомненно, философская, а не просто научно-фантастическая. Но одно дело художественное произведение, которое мы рассматриваем как наделенное некой философией. Другое дело, когда философия начинает проговариваться более не менее открыто. А речь я поведу о книге под названием «Глаз Господа». Это 1968 год. Я предупреждал о том, что когда я называю даты, то это всегда дата первой публикации. А первые публикации чаще всего все-таки на польском языке, хотя были отдельные работы, которые раньше появлялись на немецком или еще на каком-то языке, а уже потом на польском и позже переводились на русский. Вообще, сегодняшнему читателю можно в этом смысле позавидовать, поскольку сегодня Лем, ну, не стану ручаться, что переведен весь на русский язык, но где-то за 90% его творчества поручиться могу. А главное, вышло собрание сочинений Лема, куда вошли почти все его вещи и даже его философские трактаты. Но я обещал «Глаз Господа», поэтому давайте будем говорить об этой книге. Почему я ее называю философской? А фантастики-то здесь очень и очень мало. В двух словах сюжет, буквально в двух словах. Люди, мы с вами, дело происходит в недалеком будущем, вот обследуют космос и вдруг улавливают какие-то организованные, как им кажется, сигналы, поступающие там из какого-то сегмента космического пространства. Там будет сказано, что это упорядоченный нейтрино. Ну, не буду сейчас забираться в эту терминологию, скажу только, что вот люди, которые уловили, ну, естественно, не сами люди, а их приборы, эти поступающие из космоса сигналы делают для себя сразу же однозначный вывод, что если эта действительно разумная жизнь посылает такого рода сигналы, упорядоченные нейтрино, то это должна быть цивилизация, стоящая на очень высоком уровне, поскольку мы вот сегодня такого потока, таких вот упорядоченных нейтрин, послать в космос еще не можем. И начинается вокруг этого, собственно, вот раскручиваться сюжет. Возникает проект, я буду подглядывать, вообще я сегодня хочу прочитать вам много цитат, чтобы быть неголословным. Проект под названием «Глагоз», проект секретный, как все делается у людей. Это там где-то расположенная, ну, станция, не станция, институт, что-то такое, вот где, значит, работает огромное количество людей, и задача их, естественно, расшифровать эти сигналы, и если удастся их расшифровать, удастся прочитать, удастся понять, что же нам посылают из космоса. И там появляется герой, от лица которого, собственно, и написана книга, это математик, профессор Хогарт. Больше того, книга, как бы, публикуется уже после его смерти. И там много всяких сопутствующих размышлений, кроме вот математических там и прочих выкладок. Так вот, его рассуждения, естественно, что эти рассуждения Станислав Лем вкладывает в уста этого Хогарта, на мой взгляд, и представляют самое-самое интересное. Начинаются просто размышления на предмет того, а что же нас, людей, увлекает в науке. Ну, вот живем мы на земле, совершаем какие-то нормальные, обычные дела. Не надо рассказывать, у каждого таких дел более чем достаточно. Семья, заботы, всякие работы, там, дети, внуки. И вот же нет, человека тянет наука, да? Ну, самый простой ответ, а если за эту работу платят деньги, почему ее не делать? Ну, тут ответ-то очень будет простой. Все-таки в большую науку обычно люди уходят, руководствуясь не только финансовыми соображениями. Как известно, люди науки отнюдь не самые богатые люди на нашей планете. И, скажем, какой-нибудь высококвалифицированный физик, химик или тот же математик или программист сегодня, куда больше может заработать, если податься в какую-то частную фирму, где осуществляются какие-то прикладные вещи. То есть, есть производство какого-то конкретного продукта, там, создание новых программ или чего-то такого. Там и платят больше, и реализация быстрее сегодня придумал, завтра попало на рынок, деньги оборачиваются. А когда человек уходит в фундаментальную науку, где результаты будут, ой-ой-ой, когда, а в иных ситуациях может оказаться, что и вообще никаких результатов не будет, финансовый аспект тут все-таки, наверное, что-то другое. И к господину или математику Хогарту приходит в голову мысль, а может быть, желание вырваться из темного плена иррациональной стороны души, той стороны, где гнездятся трусы, злоба и зависть, может быть, именно это вот толкает человека туда, погрузиться в эту научную идею. Или вот другая цитата из этой книги. «Должен признаться, что по ночам в полусне я взвешивал даже возможность объявить себя диктатором планеты». Разумеется, ради общего блага. Хотя известно, что к общему благу стремились в истории чуть ли не все. Известно также, чем оборачивались эти стремления. Смотрите, какие любопытные рассуждения. Трудно себе вообразить, что любой глава любого государства или какой-то более что ли низкого ранга, тем не менее лидер там партийный, какого-то общественного движения или чего-нибудь в этом духе, свершает какие-то действия, какие-то поступки, руководствуясь соображениями, вот, причинить людям зло. Как правило, нет. Как правило, все-таки, ну, так устроен человек, что движут нами благие намерения. А вот что из этого получается, вот тут мы с вами оказываемся в ситуации, когда мы смотрим на одну страну, на другую, на одного лидера, на второго, и вдруг выходит, что злом оборачиваются эти его деяния, которые сам себе человек наверняка преподносит совсем иными соображениями руководствуясь. Тут волей-неволей меня завносят в Юнга, ну, казалось бы, какая связь, Лем, Хогарт и Юнг с его психологией. Но Юнг об этом тоже писал очень много. Тут есть определенное противоречие, что пока человек вот рвется к власти, хочет стать хозяином положения, им часто движут действительно очень и очень благие намерения. Но оказавшись вот на вершине этой пирамиды, не то, чтобы он начинает творить зло отнюдь, а просто сама по себе ситуация подводит к тому, что он теряет вот те ориентиры, на которых он рос как... Ну, в данном случае речь зашла о политическом деятеле у Юнга, а на самом деле это можно перенести в какую-то научно-исследовательскую лабораторию, институт, в какое-то научное сообщество, где тоже есть вот такие соотношения, лидер, не лидер и так далее. Поскольку сама по себе власть как таковая, видите, Хогарт рассуждает о том, что он хотел бы стать диктатором планеты, а потом отказывается от этой идеи. Так вот, сама по себе вот эта ситуация диктатора, а диктатором становится не сразу, поначалу все может происходить вполне демократически. Выстраивается пирамида, и всегда вокруг лидера скапливается какое-то количество людей, поначалу, может быть, и разделяющих его взгляды, а потом начинающие просто петь ему дифирамбы, поскольку власть есть власть, он волен их наделять какими-то благами. И вот человек произносит какую-то мысль, высказывает какую-то идею, а эти вот его окружения тут же хлопают в ладоши, кричат гениально, а идет не потому, что мысль гениальна, а просто потому, что, ну, всякому приятно слышать, да, когда его хвалят. И возникает вот такой замкнутый цикл, он вот раскрыть не успел, а уже хлопают в ладоши. И просыпается этот человек однажды утром, и начинает думать, что он действительно гений, что действительно всякая мысль, пришедшая ему в голову, она достойна воплощения, она несет благо всем. То есть происходит, с одной стороны, отрыв от того общества, если речь идет о политике, а если речь идет об ученым, то от своих сослуживцев, от людей, занимающихся в той же сфере науки, там, чем-то. И понимаете, вот так, с одной стороны, возникают авторитеты, которым масса послушна, во всяком случае прислушивается к их мнению, а с другой стороны, утратившие вот реальную почву под ногами. И вот размышления Хогарта на эту тему очень и очень интересны. Или такое, например, заключение, лишь существо по природе злоя может понять, какую оно обретает свободу, творя добро. Ну, кому-то вообще может показаться эта мысль парадоксальной. Злое существо, творя добро. А так оно очень часто бывает. Иногда, и даже не иногда, а часто, я бы сказал, мы сталкиваемся с ситуацией, когда добро нам пытаются навязать силой. когда то, что нам предлагают, ну да, если объективно или, скажем там, в каком-то дискуссионном плане взглянуть на то или иное предложение, мы окажемся в ситуации, придем к выводу, докажем самим себе, что да, это хорошо. Так вот, как бы сказать, ну, не знаю, не совсем литературно, две большие разницы. Когда мы принимаем добро, потому что мы поняли, что это добро, и мы хотим его принять. И другое дело, когда оно вбивается в нашу голову силой, палкой. И тогда, естественно, возникает сопротивление. Человеку свойственно сопротивляться вещам, которые ему навязывают вопреки его воле. Даже если то, что навязывают, хорошо. Вот, ну, тут сейчас можно перепрыгнуть на воспитание детей, опять, так сказать, от юнга теперь уйти к Фрейду, но не буду сейчас этого делать. Я думаю, что каждый сам додумает эту мысль, она, что называется, плавающая на поверхности. Ну, вспомните, как мы с вами приходили в первый класс, второй, как мы, раскрыв рот, слушали нашего преподавателя. Для нас было очевидно, что этот человек, стоящий на много порядков интеллектуально, в смысле владения какой-то информацией, выше нас. И поэтому все, что он говорит, мы вроде как должны воспринимать. А вот воспринимать-то, оказывается, иногда мы бывали не готовы. И вот это, пускай будет вот той первой, что ли, мыслью, философской, психологической, какой хотите, какую Станислав Лем нам выдвигает вот в этом интересном своем, ну, не буду называть это романе, объем не тот, ну, повести, книги. Смотрите, мы хотим установить контакт с иноземным разумом. А вдруг оказывается, что мы друг друга не понимаем. В отношениях между, не знаю, там, детьми, родителями, учениками, учителем, там, студентом и профессором существует столько противоречий, которые мы на сей, по сей день не научились преодолевать, что способны ли мы постичь, даже если те сигналы, о которых говорит и пишет Хогарт, упорядочены, контакт с иноземным разумом. Я задал сейчас этот вопрос, и давайте я на нем остановлюсь. Пускай это будет первая часть нашего с вами разговора об этой очень интересной книге, которую я продолжу в следующей беседе. А сейчас давайте попрощаемся. Всего хорошего, и, надеюсь, до очень скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok